Вышки сотовой связи уже стали неотъемлемой частью нашего пейзажа. Мы привыкли к ним, понимая неизбежность цифровизации. Установили ее и в центре деревни Кудиснеры, Урмарского района, вызвав особую тревогу жителей. По их мнению, место определенно неудачное. В непростой ситуации разбиралась наша съемочная группа. Вышка сотового оператора в деревне Кудиснеры появилась в конце ноября. Тогда же жители начали собирать подписи против ее запуска. Они считают, что исходящие от вышки электромагнитные излучения могут отрицательно сказаться на их здоровье. Мы считаем, что такая вышка на территории деревни не нужна. Здесь находится рядом дом, 22 метра примерно, может быть даже меньше. Меньше 200 метров находится школа, садик. Учителя против. Также присутствует население Кудиснерского сельского поселения, которые также строго против этого факта, крайне возмущены тем, что установили вышку сотовой связи. Кудиснерская сельская администрация не довела до населения о том, что ставят эту вышку. Открытым текстом скажу, это очень вредно. А для обучения, дистанционного обучения, у нас не было никаких проблем. В школе интернет работает, дети не жалуются, проблем не было. Телефон здесь 4G показывает, нам эта телевышка не нужна. Зачем она, если тут все уже есть? У всех ловит 4G. Это уже вторая попытка сотового оператора установить в этой деревне свой объект. Первый раз представители Теледва приезжали в администрацию, хотели установить вышку около клуба на общественно-деловую зону. Но, ввиду того, что население тогда сказало, не будем, мы им отказали. Хотя и было постановление администрации сделано, но мы отказали. После этого они с нами ни разу не связывались. Выяснилось, что разрешение на установку дала собственница земельного участка. Землю она получила за рождение третьего ребенка. Администрация района, в свою очередь, дала ей разрешение передать часть земли в аренду сотовому оператору. Целыми по району есть еще населенные дункты, где была плохая связь, где устанавливается, где тоже вопросы возникают. Но стараемся людям объяснить, правильно объяснить, что есть заключение, получается, после установки, после введения. Это проверяет Роспотребнадзор по всем нормам и выдается заключение. Операторам сотовой связи проведена была такая экспертиза, проведены расчеты, оцененные расчеты электромагнитных полей, создаваемых станциями сотовой связи. И на основании экспертного заключения 27 октября нами выдано санитарно-эпидемиологическое заключение на проект обоснования санитарно-защитной зоны объекта. Заявление на ввод в эксплуатацию в управление пока не поступало. Деревня Кудиснеры насчитывает более 1 тысячи жителей. Инициативная группа собрала 267 подписей против и написала коллективное обращение в управление Росреестра Кочувашской Республики. Проблема, конечно, установления вышек сотовой связи, она есть. Это не первая жалоба. И мы получаем жалобы из других районов Республики. И даже по городу Чебоксары, по городу Новый Чебоксарск у нас были жалобы. Но сейчас практика правоприменительная и судебная складывается так, что вышки сотовой связи можно устанавливать на любых земельных участках. Изменения вида разрешенного использования не требуются. Выбор места размещения базовой станции происходит по итогам исследований Центра планирования. В своих расчетах специалисты опираются на карту покрытия и статистические данные. И только взвесив все за и против, принимаются решения об установке, отмечает представитель сотового оператора. Ну, конечно, у нас были переговоры и с администрацией сельского поселения. Изначально площадка была выбрана другая, рядом с зданием сельской администрации. Но поскольку жители Кудиснер выразили опасение относительно того, что в непосредственной близости находится детский сад, мы, пообщавшись с главой администрации, сдвинули зону поиска несколько севернее, где-то на 300 метров, и уже вышли на эту женщину. Совсем не строить базовую станцию в этом населенном пункте, наверное, это тоже неправильно, потому что мы сейчас видим большой запрос общественности на предоставление качественного мобильного интернета. Особенно это стало заметно после вот этой пандемии, которая началась во всем мире. И многие люди перешли на удаленный способ работы и учебы. И мы очень сильно заметили рост нагрузки в сельской местности. Выбор места под строительство этой базовой станции, он не случайный. То есть наши абоненты, которые проживают в этом населенном пункте, начали испытывать трудности в пользовании нашими услугами. И поэтому мы решили построить базовую станцию непосредственно в Кудиснирах. Трудности со связью должны пройти после того, как вышка начнет свою работу. Но произойдет это не раньше следующего года, сообщают представители сотового оператора. И только после того, как Роспотребнадзор даст на это свое разрешение. Ольга Алексеева, Регина Кубайкина, Николай Скворцов, Сергей Копеев. Республика.